Всем большущий привет! С вами Раиль Арсланов и добро пожаловать на мой музыкальный блог. На сегодняшнем экстренном выпуске экстренных разборов разберем также легкую песню группы Жуки, песня Батарейка. Всем известная и довольно простая и легкая, поэтому я думаю вы справитесь с ней, с этой песней легко. Не зря я вот за экстренные выпуски взял разборы очень-очень легких песен, потому что без всяких там подсказок, картинок вы легко сможете научиться играть такие вот простые песни. Поэтому экстренные, легко подбираемые, легко читаемые, исполняемые песни я беру специально для этой рубрики. Ну и традиционно начну с исполнения этой песни, потом приступим к разбору. Поехали! Холодный ветер с дождем усилился стократно. Все говорит об одном, что нет пути обратно, что ты не молопушок, а я не твой Андрейка, что у любви у наших села подаренька. Ой-ой-ой-ой-ой-ой подаренька. Ой-ой-ой-ой-ой подаренька. Сегодняшний разбор, ребята, будет проходить снова на гитаре Flight 230N. Эту гитару предоставила нам компания Динатон. Ссылочки будут в описании под видео и на эту гитару, и на замечательный магазин Динатон. Блин, куда это я попал-то? Ничего, и здесь спокойно разберем песню, даже более уютная обстановка, на мой взгляд. Прежде чем начнем наш разбор, хочу напомнить, что, ребята, я стал автором своего первого самуучителя игры на гитаре под названием «Освоим гитару за 7 дней». Действительно собрал в нем свой весь опыт игры на гитаре, все шаги, которые я проходил, я там описал. И вот к лету я сделал небольшую скидочку на покупку данного курса. Теперь курс стоит 1995 рублей всего лишь. То есть вам не нужно тратиться ходить на частные уроки, которые стоят от 500 рублей, там, 1000-2000 рублей, бывает. А просто приобрести курс и уже самому на компьютере, смотря ролики от лица первого гитариста, то есть вот так, будто вы сами смотрите, учиться играть на гитаре. Все пошагово расписал, вот и до самого нуля, как выбрать гитару, какую. И прямо с полного нуля все начиная объяснять начинающим гитаристам. Дерзайте, ссылочка также в описании, ребята. Я сам, ребята, удивился, что так много людей изъявили желание разучить данную песню, то есть чтобы я снял на него разбор, потому что я думал, эта песня одна из самых таких простых, в которых практически нечего играть. Просто берешь, играешь и поешь в кругу друзей, как говорится. Ну да, есть свои нюансы, но если у вас есть желание, давайте уж разберем так и быть. Тональность песни, в которой я играл, она немного отличается от оригинальной, мне кажется, если не ошибаюсь. Или же та же самая, в которой я играю. В любом случае она при помощи бара играется, поэтому неудобная для многих начинающих гитаристов. Я играл в тональности Си минор вот здесь, на девятом, так, ладу зажимаю, точнее на седьмом ладу. Вот здесь на седьмом ладу зажимаю этот аккорд. Без фака вот верхняя посадка Ашем. И это самый такой излюбленный ход музыкальный. После Си минора сразу идет у нас аккорд А на пятом ладу, Ля мажор. То есть, потом через лад, опять-таки, на третьем ладу идет аккорд Джи, Соль мажор. И вот тут прямо рядом сдвигаемся, на втором ладу будет аккорд Фа Ди Эс мажор. Излюбленный ход. Вообще часто встречается. Вот, легко запомнил. Через одну, через один лад идем. И вот здесь полутон только, близко. И все. И все. Во многих песнях этот ход есть. Вот в этой тональности я играл. Она мне удобная для голоса. Но мы с вами, конечно же, разберем в тональности более легкой, с простыми аккордами. Если посмотреть в самой такой распространенной последовательности аккордов, это будут аккорды А, М, Джи, Эф Е Ну, по сути, это все то же самое, как я здесь играл А, М. Джи Эф Аккорд Е аккорд Вот все, что я вот играл от Си, я просто сдвинул от аккорда Си минор на два лада, и получился аккорд А, М. При помощи барре уже такая. И играю то же самое. Вот. В принципе, но вы можете играть простыми аккордами. Ну, что еще могу сказать, если выучить простыми аккордами, ребята, но будет неудобно петь, спокойно берем вот такую вещь, названием Капподастер. Устанавливаем на один из ладов. Нужно попробовать обязательно попеть. Примерно пятый лад закину. Да? И играем те же самые аккорды. Поэтому не парьтесь, решение вот такое очень простое. Об этом можно говорить и очень долго, но давайте наконец-то приступим к разбору, посмотрим перебор. Самый известный распространенный перебор четверочка. То есть, когда мы играем бас, третью струну и первую-вторую струну вместе. И обратно третью. Вот и все, это четверка. На аккорде АМ дергаем пятую струну. Третью, первую, вторую, третью. Один раз сделали, дальше аккорд G идет. Шестую здесь дергаем бас. Этот, шестая струна на аккорде G. 6-ю, 3-ю, 1-ю, 2-ю, 3-ю, аккорд F 6-ю, 3-ю, 1-ю, 2-ю, 3-ю, аккорд E 6-ю, 3-ю, 1-ю, 2-ю, 3-ю Обязательно вместе, не надо квакать Мне просто неудобно сидеть Ну, давайте еще разочек Для начала вы уже молодцы, если у вас все это получилось Кстати, аккорд F легко заведет неполным аккордом F То есть первую-вторую струну на первом ладу зажимаем Третью струну на втором ладу И четвертую струну на третьем ладу И играйте, если так удобно И все, уже можно петь дальше Холодный ветер с дождем Усилился стократно Все говорит об одном Что нет пути обратно Что я не твой лапушок А ты не мой, Андрейка Что у любви у нашей Ну и в конце этого куплета уже начинаете играть бой Который сейчас покажу А именно с аккорда F Рассмотрим бой Теперь только уже с более удобного положения для меня Потому что от лица первого гитариста Ой-ой-ой, как неудобно показывать Если честно Этот бой уже много-много раз разбирал в различных песнях Особенно он встречался в песне там Лишь до утра Практически такой же бой в песне Мото Капкан Которую я недавно разобрал В Хижине Музыканта Можете в поисковике набрать Мот Капкан Разбор Раиля Посмотрите, выучите На канале Хижина Музыканта Ну, давайте послушаем, как звучит данный бой Ребята, самое главное Не бойтесь отпускать Один аккорд, чтобы взять другой Особенно вы будете бояться После G взять аккорд F Обязательно поднимите руку и сверху ударьте Так намного лучше, чем переползти Очень плохо, если струны от грифа далеко находятся Для этого нужно будет подпилить порожек Нижний и верхний Или вот этим анкером поработать Шестигранником крутить надо То есть туда крутите Он выпрямляется в струночку И расстояние между грифом и струнами уменьшается То есть если направо по часовой крутите Если налево, то гитара расслабляется И расстояние между струнами и грифом увеличивается Как играется данный бой? Берем аккорд АМ Два долгих удара с большими паузами делаем Еще раз Аккорд дальше G Вверх, вверх, вниз Вниз, вниз, вниз То есть обязательно делайте такие же движения, как я говорю То есть вверх, вверх, вниз Один комплекс дальше Вниз, вверх, вниз, вверх Еще добавляйте Вниз, вверх, вниз, вверх Еще раз Аккорд АМ Вниз, вниз Аккорд G Вверх, вверх, вниз Потом Вниз, вверх, вниз, вверх Потом аккорд F То же самое повторяем, как на аккорде АМ Два удара вниз Вниз, вниз Вниз. Аккорд Е, как на джик. Вверх, вверх, вниз. Вниз, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Дальше уже пробуйте со словами. И начинается данный бой со слов «села батарейка» в конце куплета. Села батарейка Медленно нужно попробовать соединить. Обязательно. Кстати, между аккордами отпускайте руки, чтобы по открытым струнам просто ударить То есть, вот, например, с аккорда F на аккорд АМ-переход То есть, на последний удар вверх я отпускаю струны И по открытым просто бью, так проще играть, пробуйте Ребята, данный урок уже, к сожалению, подошел к концу Благодарю вас за просмотр данного ролика Надеюсь, у вас получилось разучить такую вот легендарную, уже можно сказать, песню Известную всем Теперь будете играть на улице, друзья, ну, в общем, где хотите В принципе, легкая песня И давайте делаем таким вот образом Если данный разбор набирает 600 лайков, это означает, что, Раиль, тебе уже пора запустить следующий разбор Я прям так и сделаю, как этот ролик наберет 600 лайков Запускаю следующий кавер, а потом уже разбор на эту же песню, на которую сделал кавер Не забывайте поэтому ставить лайки прямо сейчас И в описании под видео пишите свои пожелания по поводу новых разборов Какие другие песни разобрать, чтобы они обязательно были известными Не такие там, ой, мне захотелось разобрать эту песню, мне нравится эта А именно, чтобы песня понравилась многим И самое главное, чтобы была популярной Вот такие вот критерии, дерзайте Все будет внизу Внизу, ребята И кнопочка, палец вверх И описание Все внизу, давайте До скорых встреч, пока Субтитры сделал DimaTorzok